Здравствуйте, дорогие! С вами еще Никита Рислав Береговой. С вами этот час. Побуду поотвечать на ваши вопросы. И не только на ваши вопросы, но и на вопросы тех подписчиков всевозможных проектов, которые справа и слева от меня будут заданы. Так, вечер добрый из Армении. Так, приветствую. Армения, приветствую. Так, наверное, спрашивали уже, будут ли восстановлены все видео. Ну, все нет, но какая-то часть да. Посмотрите, в разделе видео уже достаточно много видео находится. Особенно в последних времен. Так, дальше. Отец Александр, Алексей из Новой Зеландии. Приветствую вас. Так, дальше. Сегодня в проекте Матушка Онлайн много вопросов было уделено. И неудуменных вопросов. Картинки, где изображен терновый венец-спаситель и венок рождественский. Я никак не могу понять, что здесь непонятного. Вроде же дважды, два, четыре, вода мокрая, трава зеленая, солнце светит. Кто-то меня там надумал в комментариях. Люди не понимают, что ель и все эти венки – это символ Рождества. Для многих это символ грядущих скидок в ЦУМе, в ГУМе и в Пятерочке. Еще для части людей это просто символ Нового Года. И оказывается, народ просто не знает, что вообще ель – это символ Рождества. И только в Советском Союзе сначала было запрещено участие ели в любых торжествах, как и Рождество, собственно, отменено. Как символ, в общем, ель была символом буржуазного времяпрепровождения. И только в 1935 году там было восстановлено. И только символ Нового Года. И у нас это советское сознание до сих пор действует, и мы удивляемся. Ой, какая-то связь между светлым праздником Нового Года и Рождеством Христовым и крестными страданиями. Это самая прямая. Потому что, знаете, первая часть литургии называется Проскомидия. На ней священник заготавливает цветы и дары для дальнейшего приложения в тело и кровь Господню, для дальнейшего причащения верных. Так вот, все, что совершается священникам, символизирует одновременно и Рождество Христово, и страдания Христово, и смерть Христово. Ну, все, все одновременно. Да, так можно, если вы не знали, да, так можно. И, собственно, то, что человек отличает от животного, что у нас есть язык символов. Что мы можем говорить с помощью символов о том, о чем говорить невозможно. О духовном мире, который не видим телесными очами. Так, еще один вопрос. Почему православный мужчина поднимает руку на женщину? Нужно ли его прощать за это? Эти вопросы необходимо решать с православным мужчиной. Это он православный мужчина, который исполняет заповеди Христовы. А нет, и нет той заповеди, которая позволяла бы или принуждала бы мужчину поднимать руку на женщину. Только в одном случае мужчина может поднимать руку на женщину, если эта женщина пытается убить кого-нибудь из членов его семьи. В частности, в составе вооруженной армии оккупанта или государства агрессора. Тогда можно. Если речь идет вообще о женщине, а уж тем более о супруге, то это непозволительно. И только тогда, что жена должна слушаться мужу, когда ему глава Христос. А такому мужу глава никак не Христос, потому что он православный по названию, по крещению, по исповедованию. Это никак не значит, что он такой на самом деле. Потому что потом узнают, что вы, мои ученики, поскольку будете иметь любовь между собой. Если любви нет, то извините, об этом свидетельствует рукоприкладство. Ну, извините, о каком может идти речь православия. Идет ли служба 31 декабря или 1 января? Да, во многих храмах, больших городов, да и малых тоже служится, начинали другие в этот день. Ну, в Москве так тем более найти несложно. Можете зайти на сайт любого храма, который вам приглянулся, зайти на их страничку ВКонтакте или в Инстаграме и посмотреть. Так, как бороться с гневом? Ну, если честно, надо его сдерживать безоговорочно, просить у Бога помощи и понимать, что здесь начинается борьба. Не только между тобой и обидчиком, но и между тобой и дьяволом, который подталкивает тебя к всевозможным преступлениям. Ну, вот, а гнев может довести до чего угодно. Поэтому главное сдерживать и просить у Бога помощи. Так, Господи, дай мне силы. Напомню, Господи, царя Давида и всю кротость его можно вспомнить, эту молитву. Как научиться благому молчанию, как удерживать язык? Библия говорит удерживать уста, но как если природа болтун? Тут, дорогой мой, нет никакой таблетки, которая бы помогла вам механически стать лучше. Здесь только труд, труд и труд. Надо это держать в голове. Поверьте, это можно. Это действительно возможно. Если ваша работа тем более не связана с необходимостью говорить, то надо держать это постоянно в уме. То есть, не говорить праздных слов, не говорить праздных слов. Так, ваша речь будет медлительнее, ваша речь будет менее затейливая, интересная. Но, тем не менее, вы сможете со временем научиться ценить слова. Так, можно ли воздерживаться от супружеской жизни только за день и при части? Или все три дня надо воздерживаться? Если супруг тоже собирается причащаться, и ему как бы вполне себе приемлемо такая ситуация, то пожалуйста. Если он от веры далек, и все эти ваши загибы он не понимает, религиозные, то задача минимум – это сутки до причащения. То есть, субботний день. Безоговорочно. Ну, даже, в принципе, отвлекается даже не в чем. То есть, один день – это задача минимум для всех. Так, сказано в Евангелии, что нельзя быть многословным перед Богом, как язычники. У нас богослужения длинные, молитвы длинные, каноны, кависти и так далее. Каноны, кависти – это совершенно непринудительные моления, никем не обязательны. Ни для кого. Тем более, смотрите, апостол Павел говорит четко – не перестанно молитесь. Давайте так взвесим вот эти слова и поймем, о чем идет речь. Спаситель говорит, что не в многословии будете услышаны. Почему? Потому что язычники так поступали. Вспомните ситуацию с Ильей и Валаамом. И Вааловыми жрецами, которые там целые сутки кричали, кричали, ходили там, сади там, Ваал, Ваал, там, попали. Эти жертвы наши там себя бичевали. Это суть любого магического, любой магической религии языческой. Чем больше говоришь правильных слов, тем скорее тебя услышат. Поэтому этот укор язычникам со стороны Спасителя. То есть, не в многословии будете услышаны. Вот, научил их правильно молиться. А дальше апостол Павел говорит, что непрестанно надо молиться. И посмотрим книгу Диане Посольской, где мы увидим, что апостолы молятся постоянно. То есть, воскресные дни, то есть, следующие, они в субботах в синагогах. В воскресные дни, следующие, да, единая от субботы, они собираются по домам для преломления хлеба. И мы видим, что даже некоторые так уставали, это уже эти богослужения, что засыпали, падали с третьего этажа, там, или с какого там, второго, на землю и погибали. Так что апостолы спускались, да, тоже апостол Павел, да, и их воскрешали потом. То есть, мы видим, что уставали от богослужений ночных уже даже во времена апостольские. Уж какие вам еще авторитетные источники нужны? Если мы почитаем, допустим, письма к линиям младшего к императору Троя, мы видим, да, ту же самую ситуацию, где описываются уже во II веке богослужения православных христиан. Ну, тогда других-то и не было, на самом деле. Христиане были все православные еще. Так во время, в эпоху мученичества расколов не бывает, да, потому что кто уходит в раскол, потому что из-за власти, и поиска власти, и поиска денег, или еще чего-нибудь, тот в эпоху мученичества просто от Христа отходит. Вот так и здесь. Мы видим, что по ночам молятся христиане, по ночам, всю ночь. Собственно, потому что наша служба называется «Все ночное бдение». То есть мы уже служим не всю ночь, а служим только 2-3 часа, где-то даже полтора. Но еще с древнейших времен осталось название этого богослужения «Все ночное бдение». Поэтому надо это все понимать. Если человек любит Бога, ему мало, ему всегда мало, то вспомните, как вы там со своими невестами ухаживали, или за женихами за ручку ходили, то по 5 часов там раз болтали и насытиться не могли. Так и здесь, кто Бога любит, тот говорит с ним много. Так вот и восстановлены объяснения Олега Стеняева. Еще непонятно, в любом случае у него есть свой сайт, вы можете зайти на него и посмотреть все то, что вы хотите узнать. Так, претерпеватель православия кризис. Если да, то какую причину? Православие претерпевает кризис последние 2000 лет, и не зря Господь обращается к грядущим христианам словами «Не бойся, малое стадо». Потому что каждый раз у нас происходят какие-то сложности. Все вселенские соборы, они были созданы тогда, когда уже кризис распространялся на всю империю. Все эти поместные соборы, там Гангарские, Антиохийские, правила все, там Василия Великого, Кирилла Александрийского. Все это реакция церкви на кризис в церкви. Все послания апостольские, это реакция на кризис в церкви. То есть мы постоянно живем в кризисе. Кризис вообще-то буквально с греческого «суд». Постоянно суд Божий происходит над верными, и кто-то падает, кто-то, наоборот, этим огнем очищается, становится светом миру. Поэтому кризис происходит всегда. Может только потому, что нами руководят... Во-первых, мы все со свободной волей рождаемся и живем. Во-вторых, каждый из нас эту волю направляет не всегда ко благу. И даже те, кто становится священнослужителем, тоже может податься искушениям. Так, почему удалили видео с канала? Ну, злые люди так отомстили за... Скорее всего, еще судом не доказано, еще в раздумьях ли подавать ли. Отомстили за то, что их укорили в недобросовестной работе. Так, православие говорит о душах животных. Что? Что они смертны и не перерождаются. То есть зарождаются вместе с телом животного, умирают вместе же с этим телом. До днях принял решение об решении своей верной. На больной собаке на душе тяжело. Знаете, это вполне себе верное решение, потому что вы просто продлите ее агонию, ее страдания. Лучше пока еще боль не настолько велика, ее усыпить и своей сентиментальностью не оправдывать страдания животного. Поэтому, если на душе будет тяжело, ну скажите об этом на исповеди. Если в этом есть какая-то греховная составляющая или просто совесть мучает. Но в целом не запрещено. Так, дальше. Надо ли указать в записочках младенец или кто-нибудь там еще отрока, траковица. На самом деле в это нет никакой необходимости. Но во многих популярных брошюрочках вы увидите, что надо упоминать. Но если придете, допустим, в Арфамринскую обитель, там написано, что не надо ничего писать. Болящие, непраздные, младенцы, отроки. Бог и так знает. Ведь если Богу не надо писать отчество и фамилию, все мы прекрасно понимаем, что разберется. Ну уж тем более не надо писать, что младенец или не праздник. Неужели, да? Вот это будет для него скрыто. Надо обязательно написать. Наверное, что для батюшки, но батюшки что? Для батюшки это просто имя. Напоминают, понимают частички. Или уж младенец, что старец, без разницы. Поэтому не обязательно. Действительно, но вы можете указывать. То есть я, сколько я помню, никогда не писал. Так. Если, пожалуй, человек не верит в Бога, нужно ли вам доказывать, если да, то как объяснить нашу веру? Нужно не доказывать, а нужно говорить о ней. Думаю, за пару лет вы сможете провести довольно большую работу. Человек пройдет, может быть, путь, который должен был пройти за 70 лет, за 2 года. Читайте Евангелие, читайте рукование отцов, читайте какие-то несвятых-святых, интересные истории. Вот давайте им послушать, если там телевизор работает, пусть телеканал «Спас» смотрит. Или «Союз», или еще что-нибудь в таком духе. То есть есть возможности человека к вере привести там за пару лет. Можно. Ведь вера отслышанья. И Господь может ему открыться. Я знаю такие случаи, их немало. Поэтому тут уже все зависит от родных. Так, не отмечать 40 лет от своей веры? Да, глупая своей вере. Так, меня спросили, если Бог есть, почему гибнут дети? Ну, вопрос такой. Нельзя на ответить однозначно, да? Почему дважды два – четыре? Потому что четыре. Почему дети гибнут? Потому что смерть вошла в жизнь человечества с грехопадением наших прародителей. Умираем мы все. И редко кто от старости. Довольно редко. Почему так происходит конкретно в нашей жизни, с одной стороны, от все еще трудящегося на ниве нашего уничтожения дьявол, который нам ничего доброго не желает. И все-таки труждающийся на ниве нашего спасения Господь, который старается даже возникший в результате нашего греха жизненные сложности и несправедливости направить ко благу. Ведь Господь что хочет, чтобы все спаслись и пришли к познанию истины. То есть, только верой можно понять смерть детей и вообще всех тех гадостей, которые с нами происходят. Нам-то кажется, всем-то единым практически, за редким исключением, что Бог нужен только для того, чтобы улучшать наши земные условия жизни. Хотя, ну слушайте, неужели Господь распялся, стал человеком, распялся, для того, чтобы мы могли не в речке белье стирать, а в стиральной машинке. Неужели для этого, чтобы комфортную жизнь организовать? Да нет, вообще другому. Христианство вообще совсем о другом. Только тогда совершаются в жизни какие-то изменения к лучшему, когда это к спасению души. И Бог понимает, что живная жизнь нужна только для того, чтобы стать жителем Царства Божьего. И уже с рождения идет борьба за душу ребенка. И иногда, знаете, можно сказать, что для спасения загробной жизни этого ребенка лучше оставить этот мир после рождения, сразу чем идти в ад, прожив несколько десятилетий. Дама Ев, была свободная воля? Да, была. Право свободного выбора? Была. Свободный выбор – это есть выражение свободной воли. Без призвания человека Богом к себе вряд ли может человеку привести церковь. Но церковь-то есть Бог. Ведь говорит Писание, что церковь есть тело Христово, которую мы уды от части. Которого мы частью этого тела. Так что, ну, в общем, все зависит от Бога, но Бог спасает нас не без нас. Так что, к сожалению, это может быть и здорово, да, чтобы Бог делал вместо нас все то, что мы должны делать сами. Ну, а где же тогда личный выбор? Где тогда создание по подобию Божьему? Нет, никак. Тогда что, мы марионетки? Да, вроде что, тоже нет. Так, только единицы в человечестве идут к нему. Ну, может, не единицы? Так, ну, там Господь разберется, я думаю. Так, у меня коллега по работе. Женщина матерится в разговоре, как ее не обидит, но слушать невозможно. Никак, слушайте, в общем-то, вычленяйте разумные вещи, да, делайте, если это, там, начальник, то что говорит. А если просто коллега по работе, ну, что поделать. Если она по-дружески с вами относится, ну, скажи, ну, Марья Ивановна, ну, ушки в трубочку сворачиваются, милая, вот, можешь вот ради дружбы со мной, вот, как-то, вот, менее трехэтажно выражать свои мысли. Ну, вроде же, не на СТО работаешь, да и на офицера русской армии не похожи. Да, давай как-то. А если нет, то есть, как будто скажут, садись, где ты, вот, и плевал на то мнение. Ну, тогда изначально такой разговор заводить не надо. Смитрий Кураев говорил, что есть разница между свободной волей и правом свободного выбора. Так, и что? Так. И что? Ну, я же тоже говорю, разница есть, да, но это все равно части одного. А, понятие свободы. Так, обязательно при исповеди священник накрывать платом. Ну, не платом, а и Петрахилию. Если Петрахилий священник не может совершить ни одного таинства. Обязательно. Так, сегодня не накрыл меня, было такое впечатление, что рассказываю всем, половину еще и забыла, что хотела сказать. Ну, не, смотрите, обязательно, когда читать разрешительную молитву. А при исповеди говорить, накрывать вас совершенно не обязательно. Вот. Иногда тоже вас сначала шокирует, но теряется, как бы, вот эта камерность. Но нет, да, священник не обязан на вас и Петрахилию накладывать. Вот. Только в момент чтения разрешительной молитвы. Так, если вечером времени нет на вечерние правила, можно ли готовить, убирать, читать молитвы про себя или обязательно стоя перед иконами? Ну, можно читать про себя, но все равно вы будете сильно отвлекаться, такая молитва это будет так себе. Вот. Если вы точно знаете, что не прочитаете, ну, в наушниках себе включите чтение этих молитв, ну, и работайте. Ну, старайтесь, если работа монотонная, да, все-таки вникать в смысл слов. Оказывается, благодарственное, сколько можно читать, сколько хотите. Если священникам записки подаешь, то надо указывать сан. Я часто пишу букву О перед именем, можно ли так? Нет, не надо писать букву О перед именем, потому что мы не понимаем, на кого поминать. Вот. Епископа, диакона или священника. Поэтому, если не знаете, иерей или протоиерей, то пишите свящ, свящ. Не свы, а то получится святой, а свящ. Или так пишите священник Иоанн, да. Если знаете, что диакон, пишите диак, точка, епископ, еб, архиерей. И там патриарх, там пэ, точка. Архиепископ, архиеп, митрополит, митр. Вот. Если протоиерей, прот. Если иерей, так и иерей. Да. Как победить дьявола. Господь его уже победил, просто надо не слушать его подсказки. Когда находишься среди недостойных людей, что делать? О, какого высокого себе мнения. Ну, снять, во-первых, себя шапку мономаха. Потому что, поверьте, если Господь откроет вам на страшном суде всем, чем являетесь вы, то вы захотите куда-то спрятаться от стыда. Да, вот это желание спрятаться от Бога называется состоянием адских мук. Так что, давайте там не будем ставить никаких. клеем на людей, курят. Знаешь, у кого судишь, в том сам и побудешь. Сейчас, глядишь, сами начнете материться и курить. Так. Так, нету звука. Ну, выйдите, еще раз зайдите. Так, если читать псалатирь 40 дней, в день по одной. Нужно ли по одной чего? В кофизме? Нужно читать начальную молитву в конце перед каждой кофизмом. Или в первый день, в сороковый слой. Короче говоря, когда мы начинаем читать псалатирь, вот мы намерены прочитать все 20 кофизм, то сначала читаем молитвы перед чтением псалатири, потом читаем молитвы перед чтением первой кофизмы, читаем первую кофизму, на славах поминаем того, кого хотим, о здравии или об упокоении, или тех и других, потом читаем молитвы по окончанию первой кофизмы, все, читаем завтра. Завтра мы читаем просто молитвы перед чтением второй кофизмы и молитвы по окончанию второй кофизмы. Все. И только после окончания 20-й коафизма мы читаем молитвы по окончанию чтения всей псалтирии. Так. Какие молитвы есть против врагов? Против врагов есть только причащение и христианское терпение и смирение. Молитвы, которые вот так автоматически что-то делают, не существует. Как их любить? Да хотя бы зла им в ответ не творить. Чтобы остановить разрушительное действие сатаны на них. То есть на себе остановить. Чтобы дальше это тлетворное влияние дьявола не распространялось на мир. Так. Если человек маньяк любить, за что его прощать и любить? Вот прощать это значит просто не жить этим. То есть не делать себе зла. Вот этим злопамятностью. То есть надо просто забыть. Забыть, отложить и сделать бывшее как небывшее. В этом идет речь. Мы не понимаем, что такое прощение, не понимаем, что такое любовь, не понимаем, что такое смирение. Вообще у нас, да практически у всех какие-то ложные стереотипы. С одной стороны, это, конечно, от нас зависит. Потому что мы во многом просто глупости говорим. Такие неправдоподобные. Вот где-то начитались в каких-то там старчиках. И это транслируем. Вместо того, чтобы почитать Евангелие, толкование на Евангелие. И говорить о вещах важных и высоких. Потом всех загоняем в чувство в виду. И потом. А как же простить там маньяка? Давайте вообще, во-первых, не заниматься вот этим мифотворчеством. И когда вот сбудут какие-то личные взаимоотношения там с маньяком, тогда уже будем с вами конкретно говорить. Вот как он потом восстанавливает психику. Пока, если же вы останетесь. А пока это все в области теоретизирования находится, то вообще не занимайтесь решением вопросов, которые никогда в вашей жизни могут и не произойти. Здоровее будете. Так, если у вас служба 31 на 1. У нас нет. В большинстве храмов есть. Зайдите на сайт и посмотрите. Как быть, мама с отчимом больным обижается, если я пойду на ночную службу? Ох, что? Вот эти 3 часа, которых у вас не будет. Это прямо вот все. Все сгорит. Все пропало. В этот момент сразу и дом обрушится. И 3 инфаркта. И ногу сломают. Прямо вот именно. В чем проблема? Чего они боятся-то? Просто чувство собственности. Как-то надо проявить. Я сказал. Сиди. Ну, надо договариваться как-то. Так. Надо ли... Как надо предохраняться? Если можно? Можно. Почитать основу социальной концепции. Там написано, что не абортивные контрацептивы условно разрешены, если уже там вообще как-то без них не обойтись. Ну, все возможные таблетки гормональные запрещены на самом деле. Хоть это не прописано в концепции. Ну, написано, что абортивные там препараты запрещены. Вот. И многие специалисты говорят, что все таблетки гормональные, они по сути абортивные. Вот. Спирали запрещены, да. Ну, кроме вот, как там называется, уже забыл там, механические средства. Что-то. Не как-то. Вот. Нет, не механические. Ладно, неважно. Так. Жена не хочет рожать, полностью положиться на Бога. Но не хочет, все. Пользуйтесь. Апортивными средствами. Контрацепция. Так. Как быть, если все родные отмечают Новый год? Если бы до восточа, жду Рождества. А в чем проблема отметить Новый год? Вот. На сайте Cheese's Portal, да, это... Благословский проект Политы Лориона Алфеевой. Как раз сегодня вышло видео с моим ответом на этот большой вопрос. Можете и подписаться на этот портал, и заодно и послушать. Я вам сейчас кратенько еще раз объясню, что нет никакого греха, если вы отметите Новый год с теми, кто вас любит, кого любите вы. Вы можете есть, ну, с одной стороны, постные блюда, которые есть. Вы можете... Потому что сохранение закона любви выше вашего гастрономических, ваших гастрономических пристрастий. Потом можно найти его, что угодно, там, бутерброды с укрой. Но если там будет масло на бутерброде, ничего страшного с вами не станет. Вы людей, главное, не ешьте. Вы такие все святые, прямо, вот, никого не осуждаете, никому не завидуете, всех прощаете, всех любите. Вот. Зла не держите, не обижаетесь ни на кого-то. Милостыню даете так, что вам даже это очень сильно по карману ударяет. Вот. На все богослужения присутствуете, причащаетесь еженедельно. То есть, рядом с вами хорошо, уютно, тепло. То есть, хочется вообще рядом с вами просто быть и молчать, даже не слушать что-нибудь. Потому что у вас блеск Духа Святого в глазах, да. С вас подержаться хочется, да. Вот. А если вы что-то говорите, то действительно вы человеческую жизнь преображаете. Вы такие? И тогда, да, вам как-то будет неуютно есть скромные продукты. Но если вы не святые, то, в общем-то, поверьте, там, шпрота на куске батона с маслом вас от Бога, ну, никак не отстранит. Вы, наоборот, по смирению, может быть, станете, да. Все. Ну, день не попастились, да, где-то там что-то съели. Все, зад, спотов. С первого числа стола поститесь, стол мешает. Ой, пост уже не зачтется. Да как не зачтется, да. Что значит не зачтется? А должно что-то зачтеть? Так мы не католики вроде бы как, да. Вот. Мы вроде спасаемся Божьей милостью, а не какими-то зачетами. Не путайте Царство Божие с университетом. Так. Разговаривала по телефону с бывшим сожителем. Это грех пролюбодеяния? Нет, но оно к этому, может быть, снова привести. Так. Будет тщательно. Вопрос на своей страничке. Ну, видите, пока не успеваю. Какое толкование Евангелия посоветуете? Олег Стенява безоговорочно. Потом для любителей святотеческой литературы Иоанна Златоуста и Феофилакта Балагарского. Безоговорочно для всех новоначальных. Это архиепископа Веркия Таушева. Называется толкование на четвероевангелии апостолов. Александр Сорокин. Христос и церковь в Новом Завете. Можете полистать Иоаннуса, Корбидополуса, видение в Новый Завет. По таким названиям книга Юлии Серебряковой и протеерея Алексея Емельянова. Видение в Четвероевангелии. Ну и, конечно, епископ Кассиан. Это наше все. И его переводы Нового Завета безупречны. Кто-то может поспорить, но они хороши. Получше даже синодального будут. И его же бессмертная книга «Христос и первое христианское поколение». Так, что прочитать накануне Нового года? Можно ли просить у Бога чего-нибудь, когда побьют куранты? Куранты не имеют никакой силы воздействия на Господа Бога нашего. Вот вообще, от слова совсем. Поэтому куранты не повлияют. И часы по весам планетки нашей тоже на решение Бога ни на что не влияют. Поэтому мы не загадываем желания. Мы желаем, чтобы все в нашей жизни осуществилось по воле Божьей. Так и скажите. Господи, хочу, чтобы Новый год был весь Новый год. По твоей воле прошло. А я буду стараться ее услышать. А как ее услышать? Кто любит меня, тот исполняет заповеди мои. Он говорит Спаситель. Так, как застать себя исповедоваться? Раньше споведовалось, сейчас там в душе пусто. Ну, придите к батюшке, так и скажите. Вот, к какому-то хорошему, с которым есть доверительные отношения. Так и скажите, батюшка, ну, так дела. Ну, понимаю, что тем и тем грешно. Вот, может, как-то посоветуй. Потому что надо чаще причащаться. Пустота душевная часто от редкого причащения. И, в общем-то, понять, что вас вводит в депрессничок. Может быть, вам витаминчик Д надо пропить. Масло после соборов не использовать нельзя никуда. Почему нельзя? Можно сразу в салат его разлить и все. И зато не будет проблем потом куда-то засохшее масло девать. Или можно вот аккуратненько хранить холодильнички. Где что болит, там помазывай кисточкой. Больные места. Зачем раздавали? Вот для этого раздавали кисточку. Возьмите себе и мажьте, что хотите. Ребенок с вид сперку попой. Напугали, что будет сиротой. Ёп. Моё. Знаете, уже много лет веду эфиры. Но такое, если уж впервые. Да, да. Если вы немного поверили, то, как бы, что вам сказать. Сочувствую вам и вашему ребенку. Да. Нет, суеверия, родная моя, суеверия. Так, представителям УПЦ можно посещать Афон после того, как Константинопольский патриарх дал независимость УПЦ. Константинопольский патриарх не дал независимость УПЦ, потому что никто и не просил. Каноническая Украинская Православная Церковь находится, как и раньше, в невразрывной связи с Московской Патриархией. И когда Московская Патриархия намекала, что тоже может дать деление, никто его брать не собирался. Такой тоже парадокс. Поэтому, если кто-то пеняет патриархию, что надо было первее дать, хотели, не берут. Не берут, они хотят быть с нами. Вот, и это правильно. Так что, да, это раз. То есть, они дали независимость раскольникам, которые так были независимы. Вот это парадокс. Потом, любой священник может посещать любые храмы Афона, не участвовали в литургии. Даже те, которые уже теперь не находятся с нами в евхаристическом общении. Потому что, тем более, те монастыри, которых патриарх благословил. И служить, и причащаться. Так, почему у нас не споедутся в кабинках католиков? Вероятность того, что кто-то услышит, уменьшится. Ну, во-первых, не надо орать. И никто не орёт. На самом деле, говорит на ушко, и слышно довольно мало. Если вы там решили поорать, то, как бы, это не вариант. Тут вас и в кабинке католиков услышат. Говорит спокойно, и никто не хочет вас слушать. Ну, кому вы нужны, на самом деле? Это тоже гордость, такие мысли, что вот сейчас услышат. Да у вас, верно, что это услышат, забудут тоже секунду. Поэтому кабинок у нас, в принципе, нет. И, ну, на самом деле, исповедальность, эти аналогички стоят всегда по отдой. И мы просим людей, чтобы они стояли впритык, чтобы метр на два отошли. Где служу? Служу где? В храме Никольском служу. Так, не понимаю, зачем Бог оставил в столовой вместе с людьми. Или он не мог дьявол и бесов отправить в другой мир? Нет другого мира. Они кругом кишат вокруг нас. И даже в храме время литургии могут быть на службу. Могут, но оттого-то с того. Да, ты сам их тут отпускаешь, если принес с собой в храм все свои сладострастные мечтания. И поскольку сатана такой же свободной волей обладает, как и мы, то вечные существа быть умножены не могут. Вечный значит вечный. Значит навсегда. Что люди, что ангелы, что бесы, что сатана. Поэтому готов он ад. И он не хочет в этом аду быть один. Он хочет затянуть и нас. А наша задача просто не идти на поводу. Так, про предохранение сказал. Так, если на исповеди деликатный грех был назван общим понятием, а не конкретным. Примет ли это исповедь Господь? Да, примет. Очень правильно поступили. Деликатные вещи. Надо говорить деликатные. Без подробностей. Так что все хорошо. Так, как вы собираетесь бороться с законом особенным? Что такое особенным? Особенным, особенным, особенным. Домашнее насилие? Нет? Ну, я лично ничего с бороться не собираюсь. Это человек маленький. А кто будет бороться, вот его спросите. Так, как вы считаете, нужно ли исповедоваться в блудных сновидениях? Да, вас мучают блудные сновидения? Почему мучают? Да, анекдот только помните. Считается ли грехом надеяться на ночь? На ночь? Что на ночь надеяться? Перед ночью молитвы надо читать. Перед сном. В общем, нет. Что там у них исповедоваться? Так. Как найти границу между ленью и усталостью? Роман, ну, сами определите, да? Вот, если вы работали целый день, серьезно, и чтобы заработали для себя, люди начальника, вы имеете право на отдых. А если вы целый день баклуши били, и как-то реально устали, сил нету, то у вас сил нету как раз от бездействия. Поэтому сами и определяйте. Можно ли загадывать желание на Новый год? Нет, нельзя. Так. Для чего долу лежания и другие подобные подвиги, как понятно, нужны ли они человеку? Когда вы будете ко Христу ближе, чем сейчас, это для вас будет естественное желание и стремление. А вот если живешь, как все, смотришь, святые отцы долу лежали, дай-ка я полежу. Ну, нет, Антоний Суржевский говорит, это обезьянничание не приветствуется. Оп, хай, халалай. Матушка прибирает там свой шкафчик. Оп, хай, халалай. Где вопросы, а где ответ? Так, Новый год, праздник для сатаны. Люди 15 дней бухают. Время замечательных вопросов. Конкурс хороший. Так, у нас на работе девушка-пятидесятница. Как к ней относиться? Как Господь говорит относиться к людям? Быть для них ближним. Вот во всех ситуациях, когда нужно ей помочь, вы ей помогаете. Даже когда она у вас не просит, но помощь явно нужна. Вот. Вы что, забыли притчу о милосердном саморенении? Это притча о милосердном еретике, на самом-то деле. Так, поэтому разговаривать о Боге не стоит, потому что вы вряд ли, судьбой вашим вопросам, подкованы в Новом Завете настолько, чтобы можно было полемизировать с ней. Так, подскажите, как помочь сыновьями, научить их ответственности? Если сыновьям уже больше трех лет, то никак. Ну ладно, больше пяти. Ну уже поздно. Так, если пять. Так, плохо учатся? А, поддом помогает, муж очень трудолюбивый, например, есть, чувствую, что моя вина где-то упустила, как помочь им. Ну вам уже, получается, вам уже надо халтуру вашу лечить, потому что не смогли, в общем-то, подготовить ко всем этим процессам. Соответственно, вам надо подписаться на аккаунт Екатерины Бурмистровой, на ее тоже аккаунт о подростках, отдельная тема есть. Почитать возрастную психологию у Татьяны Скляровой, соответствующей главы, купить книги той же Бурмистровой. Есть на сайте, там, в Никее, по-моему, издавала, есть в Эйтиском монастыре, ну и забрите эту тему, потому что это не то, чтобы одной лекции не обойтись, курс надо пройти. Кстати, у Бурмистрова есть курсы по подросткам, думаю, вам пригодится. Так, и матушка Могильная, как ее ж... Виктория, Виктория Могильная, да, она есть на Фейсбуке, подпишитесь. Бывшая балерина, мать, не знаю, уже девяти детей, по-моему. Вот она подростков говорит, так, как никто не говорит, да. Так, подскажите-ка, так, как понять выражение мужа, жена, одна, стана? Ну, родное выражение, да, имеется в виду, что если жена хорошая, муж, в общем, так себе, то если мужа с поличным словили, то жена будет все равно его огораживать. Ну и, в общем-то, есть такое же понятие, как вы ихпостазирование, хочешь, не хочешь, да. Вот, муж с женой, да, становится, ну, одним существом во время, уже в процессе брака, то уже практически в первый же день брака, это уже не два человека, а единое целое, да, как об этом говорит Писание, естественно, да, что, в общем-то, могут быть два праведника, ну, а мог быть, да, мог быть один, такая семья таких негодяев, что тут сам сатана скажет, Ух ты, хорошо, так можно было? Так, не ответили, в каком городе служили? Вы не спросили, где я, в каком городе я служу? Служу, вы спросили, где я служу? Я вам ответил, где я служу. Так, и можно посмотреть на вашу матушку. Нет? Нет, говорит, зачем? Это ж не карлик в цирке, чтобы ее показывать. Служу в городе Масальск. Между прочим, было бы желание, посмотрели бы, есть в сторис этого проекта, ссылка на мою страничку, надо бы все посмотрели, в этом все написано. Так, экзегета, экзегета. Так, если священник торопится быстро совершить богослужение, не дожидаясь конца службы, уходит с нее, и читающий молитв и прихожане заканчивают службу, хорошо ли относитесь к этому? Я никак к этому не отношусь, потому что я так не поступаю, соответственно, и к этой ситуации меня не касается. Потому что, когда я служу один, я уйти не могу. Когда священников служат много, то служающий священник должен оставаться до конца, а другие убегают на причащение больных. Вот я сегодня, допустим, после литургии, после которой у меня был обязательный молебен, потом проповедь безоговорочно, да, убежал причащать человека. То есть, если бы я был вторым священником, я бы проповедь не говорил бы, я бы на болезни не служил бы, все, я бы дыры потребил бы, если бы это была моя задача. И все, убежал бы человек причащать. Потому что есть для человека разница, да, причаститься в 11 утра или в 12 утра для больного, да, он же натощак причащается. Поэтому священники, естественно, поступают совершенно правильно. Кто не дежурный, да, кто не служающий, то есть, они причастились, все, крест поцеловали и убежали, не мучают людей. Если постоянно появляется ненависть к людям, можно ли удалиться от всех, например, в лес ограничить присутствие в обществе и так далее, чтобы не спушаться. Есть житие святых, очень в вашем ситуации похожее, когда один человек по той же причине, монах, ушел в пустынь и решил, ну, тоже там сел, и как хорошо на душе стало, все, где-то себе нашел келью, жил, там поплезался, ну, через некоторое время, довольно короткое, решил водички попить, прям жаждашь, кувшин взял, а там все, там ничего, он в ярости взял этот кувшин и разбил об стенку. Я думаю, боже мой, чем этот кувшин там виноват-то? То есть я убежал от людей, которые меня раздражают, а гнев-то остался во мне. То есть поэтому просто законсервируйте свое состояние гнева, если в нем помрете, то это ужасно. То есть вы, может быть, пять лет его проявлять не будете, а в нем, а в вас он остался. Поэтому хорошо, когда есть люди, которые вас провоцируют, для того, чтобы вы знали, с чем вам бороться. Так, когда будут постановлены видео на канале? В процессе. Все это в процессе, потому что загружается все очень долго, все это, эти терабайты информации. Что-то загрузится, что-то нет, что-то придется заново все переписывать. Как появились иконы? В Священное Писание говорится не поклониться никакому изображению. Мы не поклоняемся изображениям, мы согласно невероисповедованию 7-го Василинского собора говорим, что мы чтим иконы, но почитаем поклонение, поклоняемся мы только Богу. По-гречески звучит немножко по-другому, параскинезис и латрея, там эти слова менее похожи, как почитание, поклонение. То есть, мы к ним относимся с уважением, но молимся не им, а изображенным на них. Так, считаете ли вы, что эфиры позволяют священнику избирательно отвечать на вопросы? Кто-то обиделся. Ну, просто у меня сразу три эфира включены, поэтому извините, на все ответить не могу. Так, его причащать надо там. Мама лежачая больная, как причащить ее, ведь она не сможет исповедоваться из-за болезни Рецгеймера, старческое слабоумие. Смотрите, этот вопрос надо решить со священником, который вам знаком, ближайшего храма. Пусть он придет, вы его предупредите, скорее всего, он согласится и причащить ее без исповеди. Так, причать надо, да. Так, священник игнорировал вопросы, ну, я сейчас все игнорирую, да, вот на третьем аккаунте. Так, можно зажигать лампаду дома, в каких случаях не надо. Как молитесь, так и зажигайте. Так, если причастие будет на ночной литургии, с какого времени надо уже не есть. С 18 часов желательно. Ну, можно, в принципе, с 20 часов, но желательно все-таки с 18. 6 часов литургический пост. Так, ну, не про нас, да, но я понял, да. если с новогоднего ночь, во время поста скушать мясное блюдо, это грех. Ну, что сказать, ну, скажите потом на исповеди, там, гастрономическую составляющую поста не соблюла. Новогодний, потом все шкаются, что мы думаете, ругаем кого-то? Нет? Что-нибудь, мы сильно там отличаемся. А если в гости пригласит? как расположить иконы распятия в молитвенном уголке? как угодно, ну, по-любому, по центру спасителя Божья Матерь, спаситель справа, Божья Матерь слева, а там дальше, как хотите, вокруг размещаете. И не обязательно в уголке, можно просто на стенке. Так, можно сходить на Новогодний молебен, так, да, можно. За епископом можно писать записки? Можно, конечно, за него сможет вынять частичку иерей, даже не спасану. Да, представь себе, Максимилик, как тебе там, может, представьте себе, мы молимся за архиерею. Я даже когда-то новоисповедовал. Да, епископы только за епископа молятся. Ух, ты, щелки, да. Так, в каких случаях можно зажигать лампаду, сказал. Так, если знаешь, что муж прелюбодействует, продолжай жить с ним. Это плохо, считается, что даже прелюбодействуешь. Нет, не считается, что вы прелюбодействуете, вы скорее мученица, чем прелюбодейца. Ну, и, в общем-то, если есть у вас там силы прощать, ну, в общем-то, мы на это смотрим положительно, если хотите. Но, опять же, как долго вы сможете себе это держать. Так, нужно ли читать за мать молитвы перед причастием про Альцгеймера? Ну, за нее нет. То есть, а рядом с ней, да, можете, если она будет слышать, ну, хоть как-то, да, то можете почитать вслух. Но, если нет сил, ну, просто поставьте там, пусть уже с магнитофона кто-то там почитает, какой-нибудь там архиерей. Тоже можно. А за нее нет, это бессмысленно. Так, а здравие пишешь, мать, имя сачадам, таким, кто за некрещенных, млад, такие частички вынимают. Так, короче говоря, да, если ребенок не крещен, в записках пишут вот имя матери и просто сачадам. Но все равно частичка вынимается только за мать. Так, сегодня письмоедос причастило слегка на душе. Ну, слава богу. Люди что, перерождаются? Нет, перерождения не существует. Через какое время после смерти? Никогда. Вписание тоже говорит прямо, что человек сначала рождается, потом смерть, потом суд. Все. Так, все просто. Так, с воскресным днем посвятите фильмы христианские, именно православные. Слушайте, надо сделать публикацию, сайт есть с православными фильмами, как же так называется, правофильмс, или что в таком духе. Но берите православные фильмы, в Яндексе оно, как правило, выскакивает первым. На сбуке.ру много православных фильмов и вот на этом сайте. Но вообще Остров, конечно, потом Поп, хороший фильм, потом вот Проститель Луку Бояна Ясенецкого, я там точно его название не помню, вполне себе неплохой. Притчи белорусская, сериальчик, отличный сериальчик. Потом на телеканале Спас есть отдельные проекты, очень интересные, путешествия, там, паломничества по местам России, там, по Иерусалиму. Посмотрите, у них в разделе видео на Ютубе очень много интересного контента. Что еще посоветовать? Пурум-пурум-пурум-пурум. Я таки на лектории веду и постоянно что-то интересное показываю. Ну, интервью с Богом неплохой фильм. Хижина, в принципе, сойдет, да, там, визуальный ряд, конечно, шагирующий, особенно, что касается Престой Троицы, а в целом вопрос поднят и неплохие, но говорят лучше. Ну, с детьми точно лучше не смотреть, а то они там совсем-то не поймут, что происходит. Да, а самому если читать не будете, то посмотрите. Что еще? Ну, Старец Паисия, я стоящий вверх ногами. Неплохое кино. Да, да, Иоаннского монастыря. Пурум-пурум-пурум-пурум. Ну, что первого в голову пришло, то я сказал. Так, а, кстати, Земное небесное, отличный сериал, отличный. Потом Путешествие, кажется, Вечный город, или Паломничество Вечный город. Там Михалков ведет, там и Криштор заносит. Посмотрите интересный сериальчик. Земное небесное по истории РПЦ. Вот прям такой, ух. Ну, если уже вспомним поисторические фильмы Византия. Последний урок, или как это называется. Очень советую Владыки Тихона Шукунова. Так, сейчас вручили Жезлы Гумены, Балахиратесии, Лачионы, При Владыке нельзя пользоваться, благословить тоже, только переносит на богослужение. Ну, символ власти, Жезл, посадательная символ власти. Так, наступающим Новым Годом. Так, как простить измену жены, не покалечить того, с кем изменило. Не люблю жену, сейчас ничего не соображаю. Ну, не знаю, вы еще здесь, вы меня еще слышите, это вопрос уже давно был задан. Ой, надо говорить в любом случае со священником живой, а не в инстаграмме этот вопрос решать. Ну, вот так, может, и спросить вы можете, на самом деле, тем более, если это не образ жизни, а вот так, искушение, как говорится. подарочек на Новый Год. Можете не покалечить, но, может быть, почему не покалечить? Ну, можно и не покалечить, конечно, да. Я вам ничего не советовал, я просто мыслю вслух, да. Да. Мыслю вслух. Так что, надо как-то найти вам третейского судью. Так, благодаря инстабачкам стал спокойно относиться к истерии по поводу ИНН-спортов. Ну, слава богу. Так, теперь, что там, да, там, страшной войны, да, 2 месяца после смерти в тема Резонского, который умер 8 декабря. Вау. Все, надо все срочно продавать биткоины из Яндекса и Газпрома 3 гривны. Что еще? И скупать недвижимость, но только после войны. Так, ладно. Пушите, или хватит? Так, бывали ли у нас в Санкт-Петербурге? Бывал, да. Батюшка, есть ли такие грехи, которые могут, даже в Ленинграде бывал, между прочим, да, я настолько старый, что бывал даже в Ленинграде. Батюшка, есть такие грехи, которые могут не допустить до соборов. Есть все грехи, которые вы перед этим не произнесли на исповеди. Сначала исповедь, потом соборов. Что сказать насчет косметики? Ничего не скажу, надо, косметитесь. Можно ли молиться за умерших, попавших в ад, или лучше не брать на себя такую миссию? А у вас прямо вот откровение было, да, бог явился там сонном святых, у тебя все родные в аду, и ты попадешь, если молиться за них не будешь. Нет? Что вы решили, что прямо вот в ад? Вы же трех пессимист какой-то по жизни. Молитесь, в любом случае, нам сокрыта тайна, где кто находится. Молитесь, милостью раздавайте. Рассказать подробно про четки, для чего они при каких условиях не разрешаются приобрести. Они нужны только для того, чтобы можно было, если ты считаешь количество молитв, то они тебе пригодятся. Ты хочешь 500 раз прочитать Господи, Иисус Хрестес не помилу на грешное, не богородичное правило. И чтобы не считать, Господи, помилу раз, Господи, помилу два, Господи, помилу три, Господи, помилу четыре, Господи, помилу 762, Господи, помилу 763, Господи, помилу 764. Это четки, просто. Ты головой молишься, а четки перебираешь. Правда ли у нас при воскресенье изменится имя? Нет, глупости какие-то. Так, как молиться за новорожденного ребенка, которому трое суток полковому, Боже мой, помоги, Господи. Как в таком случае можно молиться за младенца? Крестить планируют завтра, 30 декабря. Да, крестить срочно, можно было и сегодня крестить. попробовать, дай Богу, спеть. Поэтому, как молитесь? Ну, имя есть у ребенка, назвали как-то, наверное, что так и молитесь. Господи, там, спаси, помилуй, сохрани, там, если есть воля твоя, да, чтобы не было, как у матери Рылеева. Вот, когда ребенок там погибал, она там молилась, неистово, прямо все там. Вот так молилась, что же там ангел Господень явился, говорит, и все показал, всю жизнь Рылеева наперед, вот, до виселицы. Хочешь, чтобы он дальше жил? Да. Точно? Да. Ну, хорошо, да, и все, и ребенок выздоровел, и она забыла. А вспомнил только тогда, когда вот ножички, ножички, табуреточки на эшафоте отсоединились. Вот, это тяжело понять, да, мы когда с вами померем, тогда и поймем, да, почему все наши детки погибли. но вам желаю выздоровления, да, пусть все будет благополучно, покрестите, неоднократно был свидетелем того, что дети после крещения восстанавливались, приходили в норму, даже те, на которых врачи уже поставили крест давно-давным. Вот, а бывает наоборот, да, то есть врачи всегда, даже тот же этот, Мясницкий, как его, Мясницкий, какой-то известный врач говорил, да, вот все, два человека, одинаковые диагнозы, совершенно одинаковая ситуация, а вот один остается живых, другой помирает. Притом тот помирает, который, ты думал, не помрет, а другой помер, который, думал, будет жить даже без каких-то вмешательств. То есть, он тайна некоторая есть. Так, обязательно не носить платок в женщине. В храме обязательно, дома, на улице нет. Смотрите, ушки не заморозьте. Как давать десяти на батюшке или в храм? Ну, если конкретно батюшку хотите поддержать, тоже хорошо, если хотите отдать деньги на храм, еще лучше. Как те, грешницы, пост нарушила, раздражительность, все не так пошло, как вернуться за отмой, и спить на причастие. Ну, так и скажите, батюшка, вот пост нарушила, раздражительность, раздразилась. Вот. Прошу прощения и с помощью Божией опять так не грешить. Так, есть ли родовые проклятия? И да, и нет. Если, к примеру, все в роду пьют и болеют, как это понимать? Ну, а любой врач скажет, что чем болеют, чем болели родители, дедушки, бабушки, тем, в общем-то, будешь болеть и ты. Так и здесь, к чему были предрасположены ваши дедушки, бабушки и родители, к тем грехам предрасположены и вы. Есть целые народы, да, которые там воровать не могут, да, или не могут не быть богатыми, да, когда идут везде какой-нибудь гешет. Вот. Потому что тысячи лет так живут. Ну, так и здесь, да, вот и рак передается по наследству, и астма, и ангина, и все, что хочешь. Так, и грех, когда в таком кого-то любишь, у тебя муж. Да, когда у тебя есть муж, и кого-то еще туки чувства у тебя возникли, то грех такой тяжелый. Почитайте обязательно, друзья мои, коротенькое эссе, на одну страничку буквально, А4. Клавия степла за Льюиса, право на счастье она называется. Почитайте все, кто влюбляется. Любое влюбленство, оно на год полтора. Потом-то все проходит, потом появляется отвращение, да, даже если это в браке, да, потом, что у нас дальше, потом дружба, потом уважение, потом любовь. Да, вот такие у нас идут степени. Так, батюшка электронный, паспорта грех? Нет, нет, не грех. В том случае, если у вас специалисты ФМС требуют отречься от Христа, тогда да, тогда это тяжелый грех. Если не требует, тогда нет. Так, раз надеть на запястье, это от Бога? Нет, от цитаны, реально, да, от лукавого. Церковь разрешает, церковь запрещает. Так, слушайте, даже у себя на все вопросы ответил почти. Соборов не отпускает грехи, да, отпускает те, которые ты сознательно забыл, в общем-то. Так, а не которые скрыл на исповеди. Вот без исповеди собороваться, думать, что теперь можно на исповедь не ходить, вот это как раз тяжелый грех, если хотите. Так, можно смотреть на еду, не хочет ее? Можно, но зачем? Что вы просто не отвечаете? Вот только что вам ответил на все ваши вопросы. Можно ли слушать канону в машине и не читать? Можно дать, очень хорошо, не радио слушать какое-то дурное или ток-шоу, а слушать какие-то мориты или псалтири. Так, зашла послушать, вы опять на вопросы в конфессиях отвечаете. Ну, я отвечаю на те вопросы, которые задают. Так, тело птицы во Христе Иисусе, мы братья и сестры. Нет, братья и сестры, мы с теми, у кого у нас схема единокров. Понимаете, вот у меня вот, у меня дети единокровные между собой, вот, кровь их родителей течет в них. Вот, мы с вами единокровно будем только тогда, когда будете причащаться тело и крови Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому мы постольку, братья и сестры, поскольку кровь идет в течет его, в наших жилах, потому мы братья и сестры, а не вот эти все какие-то романтические ваши выкладки. Вы не причащаетесь, не причащаетесь. Когда Господь говорил, кто не будет причащаться тело крови моей, не будет иметь в себе жизни. Вас и жизни нету, да, и Царство Божие наследовать не может, потому что Господь сказал, того я воскрешу в последний день, кто будет есть тело и пить кровь мою. Вот, не просто хлебушек, да, и вино в мое воспоминание, а реальную кровь, реальное тело. А это совершается только на литургии. А литургия от вас закрыта. Вот, там не хватает вашей любви к Евангелия, а вам не хватает сакральности. Так, если на причастие попала заплевшневевшая просвораж, лучше сесть после время причастия. там не, не бывает, не бывает, чтобы батюшка служила на заплевшневшей просворении. Не бывает никогда. Может быть, просто просвора с таким странным вкусом была, да, все равно же акциденс, так называемый, да, второстепенные свойства тела Христова остаются. Может быть, потом, когда вам запивочку дали, какая-то просвора осталась неправильная. Ну, вот уже другое, немножко не понял. Когда выйдет программа со мной Донцова на Спасе? 20 февраля. Так, ну, все, час прошел, душа погибшего брата может переродиться в будущего ребенка? Никогда! Вообще нет! Это вот чушь какая-то. Так, все, тут час прошел, значит, матушка онлайн сейчас тоже пропадет. может быть подселение, беса, как-нибудь избавиться. Слушай, ходите в храм с такими вопросами. У вас прям вопросы, прямо ух, вот там, с вами можно общаться очень долго. Интересно, храмы в Питере, вот, выше крыши, батюшек, которые с удовольствием вас послушают еще больше, чем храмов, вот, и вам конкретно надо все-таки как-то душу излить, да, пообщаться с специалистом на всех ваших вопросах. Так, ну, если исповедуешься, все равно не проходит это любовь, все равно больше любишь, когда что надо делать. Это не любовь, это блудная страсть, вот, никакая-то не любовь. Вы там только переспите, сразу все пройдет у вас, еще совесть будет мучить, ужас, и тем более брак ваш пройдет по шву, и вы развалитесь. Так, можно исповедаться в женские критические дни, нет, нельзя. Поэтому телефон удаляете всех ваших мужчин сердца или дам сердца. Контакты удаляете, со страницы удаляете и бегите, бегите, пятки с кемедаром мажьте и бегите. Добавляем, я собираю, Продолжение следует...